По пути на Закопано мы приехали в такой милый город. Билеты в две стороны в 2017 году Жошва до Закопано обошлись на 8 злот, при том, что мы покупали их за 2 недели. Обычно цены в две стороны варьируются в пределах 80-150 злот. Также имейте в виду, что цены в декабре и январе повышаются из-за потоков туристов. Автобус останавливается на Закопано в плац ПКП. Оттуда до морских гооков вы можете добраться на бусиках, которые обычно стоят напротив. Билеты в таких бусиках стоят 10 злот. С Творца вас довезут до паркинга Татранского национального парка. Вход на территорию парка платный. Цена за одного взрослого человека 5 злот. Есть также скидочные и групповые билеты. Вес на территорию парка на машинах и великах запрещен. А идти с паркинга до самого морского ока 8 километров, что примерно 3 часа пешком. Но на этой дороге курсируют упряжки, которые за 80 злот довезут вас до Вашиницы. Оттуда вам останется еще полторы километра пешком. Самое главное это будьте готовы подниматься до самого морского ока. Это очень долго и вы потратите очень много времени и очень много сил. Субтитры делал DimaTorzok Если вы решите когда-нибудь скоротить путь по таким вот каменным дорожкам, никогда не делайте. Уже прошли очень-очень-очень-очень-очень долго. Сколько мы шли? Часа 3 точно. Мы не знаем как вернуться обратно если что. Мне кажется это как из перевела дятлова, да? Это видео будет нашим последним посланием человечеству. Несмотря на то, что мы вышли от 12 часов дня, когда мы дошли до морского ока, было уже слишком темно. Так как зимой в Польше очень рано темнеет. Если вы хотя бы что-то видите, то это мы. Вот это горы! У самого морского ока находится хостел, койка в котором стоит 51 злот. Сам хостел очень красивый, уютный и довольно-таки чистый. На первом этаже хостела есть ресторан, который работает с 9 утра до 6 вечера. Морского ока является самым большим озером в Татрах, с происхождением названия которого связано много легенд. Одна из которых гласит, что озеро было соединено с морем через подземный канал. Морское око это одно из самых популярных достопримечательностей в Татрах, которые посещают более 50 тысяч туристов в сезон отпусков. И снова мы на том же месте. Мы садимся в тот же автобус. Около вокзала вы можете найти очень много разных столовых, кафе, баров и всего, что вы только захотите. Ну, если вы не хотите тратить деньги на еду, то вы всегда можете лететь в Песху. Он из практически во всех европейских странах. Закопано, кстати, очень не польский город, можно сказать. Он не очень похож на польские города остальные. Тут практически весь город, можно сказать, для туристов, по крайней мере. То, что мы видим в центре, это вполне доказывает. Вот это знаменитые остыдки. Когда будете тут, обязательно купите. Вот и сказочки конец. Скажи, милаш, что? Всё, давайте, пока. Пока-пока-пока, спасибо, что смотрели.